Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это, когда объявят результаты основного этапа ЕГЭ, где можно купаться в Санкт-Петербурге или Нобласти, чем опасны незнакомые водоемы и какие меры безопасности нужно соблюдать при купании. Я Анастасия Петрук, давайте начнем. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Более трех миллионов российских семей воспользовались государственными ипотечными программами за последние пять лет. Об этом заявил глава Дом РФ Виталий Мутко. Он отметил, что суммарно эти люди получили поддержку в размере 11 триллионов рублей. В частности, по льготной программе на новостройки было выделено почти полтора миллиона кредитов, по семейной – один миллион, по дальневосточной и арктической – свыше 100 тысяч, а по IT-ипотеке – 63 тысячи кредитов. Также было перечислено 710 тысяч выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. В стране стартовал основной период единого государственного экзамена. И начался он с испытаний по химии, литературе и географии. Их сдадут более 150 тысяч выпускников. Что касается результатов, то их объявят не позднее 6 июня. В Рособранадзоре напомнили, что с этого года 11-классники смогут воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Однако такая возможность есть только у выпускников текущего года, включая тех, кто сдавал экзамены в досрочный период с 22 марта по 22 апреля. Ну а теперь о мошенниках. Еще недавно мы рассказывали, что они нацелились на выпускников, пытаясь продать им фейковые ответы на ЕГЭ. Теперь же преступники выбрали новую цель – наших военных и их родственников. Потенциальным жертвам звонят и пишут о том, что единовременная выплата 195 тысяч рублей, которая положена по указу президента, будет якобы удержана из денежного довольствия. В качестве причины мошенники указывают дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО. Для убедительности людям отправляют, естественно, фальшивую копию выписки из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны. Чтобы избежать списания денег и обеспечить их сохранность, военным и их семьям рекомендуют перевести средства на некий безопасный счет. После перевода аферисты само собой исчезают. Что же в этом случае делать? Если вам позвонили с подобными предложениями, немедленно положите трубку. И, конечно, помните, никаких безопасных счетов не существует. По любым вопросам, связанным с деньгами, просто обращайтесь в свой банк. Далее в нашем информационном блоке рубрика «Актуальный вопрос». Сегодня мы спросили у эксперта, куда обращаться за помощью военнослужащим и участникам СВО. И вот что нам ответили. Военнослужащие – это особая отдельная категория граждан, действия которой регулируются определенным сводом правил и законов. Итак, вот список организаций, куда вы можете обращаться в случае, если ваши права ущемлены. Следственный комитет, если есть основания полагать о мошенничестве или других противоправных действиях при оформлении выплат. Министерство обороны при задержке или отсутствии выплат. Если деньги не поступили на счет, то можно обратиться в единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации. Если выплаты, положенные вам, не поступили вообще, стоит обратиться в военную прокуратуру. Есть еще и генеральная прокуратура, которая решает вопросы защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. Еще есть районный суд по месту жительства. Там можно задать вопрос о взыскании суммы страховки при незаконном отказе в выплатах или обжаловании заключения военно-медицинской комиссии. Еще есть работа военно-врачебной комиссии. Здесь происходит обжалование заключений ВВК и результатов, освидетельствованные членам семьи умершего военнослужащего для определения связи смерти с прохождением воинской службы. Заключение можно обжаловать в вышестоящем ВВК или в районном суде по месту жительства. Очень важно знать все эти инстанции и правильно пользоваться всеми положенными вам правами. А подробнее о других льготах для ветеранов боевых действий и вернувшихся из зоны СВО мы расскажем в наших следующих эфирах. А мы продолжаем наш эфир. В Петербург лето пришло уже в мае и желающих позагорать и скупаться с каждым днем становится все больше и больше. Жители и гости северной столицы имеют выход к Балтийскому морю, а на берегу Финского залива оборудованы несколько пляжей. Однако не все места для купания в городе на Неве и его окрестностях безопасны. Какие правила нужно соблюдать на прибрежном отдыхе, чтобы остаться целым и невредимым? И где можно без опасений заходить в воду? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем Александром Зуевым, начальником аварийно-спасательной службы в Освод Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Анастасия. Давайте тогда сразу расскажем, где мы можем купаться, как мы определим это место. На данный момент сейчас идет проверка всех пляжей Государственной инспекции по маломерным судам. Роспотребнадзор берет пробы воды. И к концу мая уже будет точный список пляжей, которые разрешены по всем показателям. То есть в том числе по пробам воды. Но для всех телезрителей, для всех тех, кто выходит и будет купаться, мы знаем, что они будут купаться с 1 июня до конца лета, основное правило. Если вы видите спасателей на пляже, это значит, место оборудовано для купания. Это значит, что там проведено водолазное обследование дна. Это значит, что там, если что-то случится, спасатель будет рядом и всегда сможет вам помочь. Поэтому главное правило при выборе места, чтобы там были спасатели. В этом году, по крайней мере, у нас в Освод совместно с поисково-спасательной службой Санкт-Петербурга по курортному району только 57 постов ежедневных с 10 до 22 будут дежурить на этих пляжах. Поэтому в курортный район, пожалуйста, можно как раз-таки там отдыхать. То есть достаточно мест, никто не останется сидеть дома. Есть места, где купаться, есть сертифицированные пляжи. Где есть спасатели, туда мы с вами и идем. Все верно. Да, то есть где есть спасатели. Также Кронштадт, вот образцово-показательный на Тулонской аллее пляж, там тоже дежурят наши спасатели. Ленинградская область, там Всеволожский район, пляж Васиновецкого маяка, Ждановское озеро. То есть места, где спасатели есть, их можно посмотреть на официальном сайте Восвода или в группе ВКонтакте Восвод. Ну и в конце мая, собственно, Роспотребнадзор всем расскажет, где идеально чистая вода и где мы с вами будем радостно плескаться и улыбаться. И будем здоровы. Все верно. Хорошо. Что будет и что грозит человеку, который купается там, где нельзя? Нет спасателей, не оборудовано озеро, нету спуска, непроверено дно. Что им грозит? И есть ли действительно какие-то штрафы, санкции? Безусловно, из года в год Восвод пытается через детей, через взрослых постоянно рассказывать о правилах, о культуре безопасного поведения на воде. Что в не стихийных местах, то есть не в стационарных местах купание категорически опасно, потому что дно там не обследовано. Там могут быть подводные течения, там могут быть изменения рельефа дна. То есть может быть мелко, да, то есть по колено. И тут два метра проходите, и тут яма, пропасть, где могут попасть дети, да те же самые взрослые и просто-напросто утонуть. Испугаться, да. То есть неизвестное место, не обследованное, не нужно туда заходить, не нужно там купаться и что-либо там делать в воде. Касаемо штрафов. Действительно предусмотрено, согласно нашему законодательству, штрафы от 500 до 1000 рублей. Это достаточно небольшие суммы, мы все это прекрасно понимаем. Но и то даже, чтобы этот штраф был, должно сопутствовать несколько факторов быть. То есть и представители администрации, представители полиции, спасатели. То есть мы все-таки говорим о том, чтобы людям внушить в голову о том, что жизнь, она дороже, чем купаться где-то в неизвестном месте, окунуться. Побыстрее добраться до озера. Да, там побыстрее добраться до озера, еще и если там горячительные напитки, да, выпивать. И это в общем купе дает отрицательную статистику для всех аварийно-спасательных служб. А какие вообще самые частые причины каких-то плохих событий, которые встречаются на воде? Вот четкая статистика есть о том, что люди погибают, тонут в тех местах, которые не оборудованы, не предназначены для купания. Это прям вот в большинстве своем случаев так происходит. Очень большой аспект еще, помимо того, что когда человек выходит в неположенном месте, является сопутствующий фактор, такой как алкоголь. У нас, к сожалению, люди, когда начинают отдыхать, им нужно выпить и потом идти окунуться. Вода кажется по колено, человек чувствует себя сверхмощным, да, скажется, что переплывет речку, озеро. И в этот момент у него могут быть судороги, могут быть подводные течения. Да он просто-напросто капельки воды будут много попадать на ларингоузлы. У него может быть ларингоспазм, и он тут же может утонуть. То есть когда ты не можешь сделать вдох. Поэтому вот основная причина по статистике, да, идет, это, к сожалению, вот алкоголь. То есть это вот самое первое место. Второе, на что мы обращаем внимание и постоянно спасатели над этим работают, это родители оставляют детей без присмотра. То есть мама считает, что ребенок может сам покупаться, которому еще там лет 5-7-8-9, да, а он еще и плавать не умеет. Или в лучшем случае еще наденут нарукавники какие, да, то есть, но нарукавники... И тоже это не спасет. Это не средство спасения, да, на воде. Пристальное внимание мамы за ребенком. На расстоянии вытянутой руки должен находиться ребенок от мамы. Никак не дальше. Одного не отпускать. Особенно если один, даже если нет компании какой, что кто-то что-то сказал, что там что-то случилось. Поэтому спасатели также над этим работают, берут за руку, отводят к маме, и чтобы она была рядом, да, то есть, ребенок с мамой был рядом. Это вот следующее, дети, это тоже статистика, которая отрицательная показывает, и в гибели детей полностью виноваты родители. То есть это... Потому что они должны следить за своим ребенком. Это зона особой опасности, получается, вода. Вода опасная стихия. Даже пляж по колено, он тоже опасный, потому что где-то может быть ямка, кто-то вырвал ямку специально, и ребенок может в эту ямку упасть, да, то есть споткнуться и, опять же, потерять сознание, когда вода попадет ему на ларингоузлы. И он, опять же, быстро теряет сознание, это асфиксическое утопление. И все. И там есть 3-4 минуты, чтобы его достать и начать реанимационные действия. Поэтому фактор дети очень большой. И просьба родителей, да, чтобы они не оставляли ребенка без присмотра. Вот это мы категорически все время об этом говорим каждому взрослому, адекватному, надеемся, человеку. И третий фактор – это пожилые люди, это люди с подорванным здоровьем, это те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Они могут, даже были случаи, загорают на солнышке, тепло, все хорошо, только заходят в воду, воды по колено, и теряют сознание. Почему такое происходит? От разницы температур. То есть даже несмотря на то, что… То есть какая реакция прямо бывает? Реакция организма, да. То есть и может быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому взрослые – это тоже быть очень внимательным, наблюдаться у врача и советоваться, можно ли купаться или нельзя купаться в таком возрасте. Если проблемы с сердечно-сосудистой системой, то все это делать под наблюдением, потому что это тоже группа рисков. И поэтому, возвращаясь к начальному, купаться только там, где есть спасатели. Они вас быстро достанут и, если что, окажут вам тут и здесь помощь. Ну вот наш корреспондент Айна Керимова побывала на центральной спасательной станции на Приморском проспекте и посмотрела, как идет подготовка к сезону у спасателей. Давайте вместе посмотрим. Давайте. Теплая погода так и манит многих к водоемам, поэтому спасательные очаги уже вовсю готовятся к купальному сезону. Но по-своему. Сегодня идем к ним на тренировку. Молодые ребята из ВАЗ ВОДА тренируются. Они будут находиться, дежурить на сезонных постах и реально помогать, ну, скорее предотвращать, надеюсь, различные ситуации нештатные на водоемах. Вот на лодке, да, они готовятся к чему-то? С правильной стороны подходить к пострадавшему, управляться веслами. Скорость, естественно, важна, но тут приоритет – это правильность. Костюм спасателя выглядит вот примерно вот таким образом. Расскажите подробнее, из чего он состоит? Ну, ГКС, либо гидрокостюм спасателя, состоит из двух частей. Утепление, соответственно, по снороду тепляк, и внешнего слоя обыкновенной резины, которая не дает намокнуть самому спасателю во время работы. И в него жарко? Очень. То есть летом в нем нельзя ходить? Можно ходить. Если заставят и нужно, должен ходить. Потому что без него на воде работать, если холодно, очень не комильфо. Здесь мы видим самый простой, но один из самых эффективных вариантов спасательного оборудования – это конец Александрова. А сложно ли этим управлять? Вы можете пойти и попробовать сами. Давайте. Много раскачивать не надо. Пару раскачнули и кидайте в сторону пострадавшего. Главное – не попасть в него, а чтобы он упал рядом. Так, ну что, давайте попробуем. Раскачиваю. Да. Раскачиваю и кидаю. Да. Отлично. Все. И обратно его… Да. И вместе с пострадавшим вы уже вытаскиваете его на берег. Сокращается ли количество пострадавших? Конечно. Мы имели 70 пострадавших в 22-м, а в 23-м году мы имели всего 49 пострадавших. Это как раз результат того, что мы проводим очень большую просветительскую работу среди населения, как на пляжах, так и в учебных заведениях. И результат – вот практически в два раза мы снизили количество утонувших в прошлом году. Ну, то есть статистика позитивная? Ну, да. На это мы рассчитываем и надеемся, что когда-нибудь в каком-нибудь году главная цель – восход ни одной жертвы в воде. Поэтому надеемся, что когда-нибудь так будет. Но у вас штат, как вы уже мне сказали до эфира, вырос в два раза, да? Да. У нас 27 постов, если мы будем брать, 2023 год было по курортному району. В этом году 57 спасательных постов, ежедневных, будет в курортном районе. То есть, да, практически в два раза. И в день это только Санкт-Петербург. Да, то есть у нас еще также есть Ленобласть. Это в день порядка 150-160 спасателей заступают на смены, да. То есть… А почему вот так изменилось, такой рост? Это нужно прямо, необходимость? Да, это необходимо, это нужно. Это долгая плодотворная работа в освода поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, где объясняется администрациям, что спасатели, да, по правилам, через каждые 200 метров должен стоять спасательный пост. Не так, что спасатель отвечает за километр, но он физически… Потому что он не справится, да, человек. Да, поэтому это длительная работа, и благодаря успешному сотрудничеству, да, то есть поисково-спасательной службы, ВОСВОДА, МЧС России, да, мы добиваемся того, чтобы больше было спасателей в курортной зоне, где люди отдыхают. Люди должны прийти в место, где есть отдых, где можно покупаться, где можно позагорать, и это должно быть безопасно. Для этого нужны спасатели. Поэтому тенденция положительная. Надеемся, что в дальнейшем будет у нас, как в передовых каких-нибудь еще странах, да, то есть сделаем все очень хорошо и безопасно. Хорошо. А если вдруг человек оказался на необорудованном пляже, там нет спасателя, и он видит, что кому-то плохо в воде, есть какие-то правила, то, что каждый человек может оказать какую-то первую помощь, определенные какие-то вещи. Понятно, что не все, естественно, мы не спасатели, но хоть что-то мы можем сделать, чем-то помочь? Если есть рядом спасатели, то позвать на помощь спасателей. Да, позвать спасателей. Если спасателей нет, вы умеете плавать, и можете доплыть до этого человека, вытащить его, то, естественно, вы должны доплыть до него, вытащить его из воды. Далее, по состоянию. Если он без сознания, минимальное, что можно сделать, это положить в устойчивое боковое положение. Ни в коем случае не класть его на спину, потому что тем самым он может захлебнуться рвотными массами. И дать команду либо человеку, который рядом, либо самому там себе, можно по громкой связи, вызываем скорую помощь, вызываем спасателей на это место. То есть наша основная задача – избавиться от неблагоприятного фактора, достать его из воды, чтобы он больше там не бультыхался и не потонул, перевернуть в устойчивое боковое положение, контролировать признаки жизни. То есть чтобы у него был пульс, и можно также проверить реакцию зрачков на свет. Они должны сужаться на свет. Потому что если этого нет, вы уже достали его без сознания, там нужно проводить сердечно-легочную реанимацию, начинать уже качать человека. И если у человека нет подготовки, то, к сожалению, он ничего сделать не сможет. А где можно пройти эту подготовку? Где можно подготовиться, чтобы хотя бы какие-то навыки у тебя были? Ежемесячно, каждый месяц, в освод на безвозмездной основе, то есть за счет в освода проходит обучение. То есть каждый желающий, кто хочет научиться правилам оказания первой помощи, каждый желающий, кто хочет уметь спасать на воде другого человека, может прийти в наш учебный центр Всероссийского общества спасания на водах, записаться и пройти это обучение. Оно включает в себя психологическую подготовку, оно включает в себя подготовку в бассейне на открытой воде и также тренировку по сердечно-легочной реанимации касаемо человека. То есть там полный спектр того, что можно делать. И лучших из лучших мы можем даже взять к себе на работу. Вы мой прямо вопрос утащили. Я хотела задать вопрос, можно ли, пройдя эти курсы, стать спасателем? Действительно, можно. Но только быть лучшим из лучших. Да, есть проходной норматив на младшего спасателя, это самое первое, да, если его так скажем. 200 метров надо проплыть за 5,5 минут, это один из нормативов. То есть если вы в него укладываетесь, то у вас есть шанс стать спасателем и работать уже в дальнейшей нашей структуре, развиваться, в дальнейшем стать судоводителем, водолазом, дайвером. То есть, ну, во всем спектре наши спасатели, они профессионалы. То есть они не только умеют спасать, но умеют и ездить на катерах, погружаться под воду. То есть мы ростим профессионалов. Спасибо большое за этот разговор. Я желаю вам хорошего лета, продуктивного. Главное, чтобы не было никаких нежелательных событий. А я напомню, мы беседовали с Александром Зуевым, начальником аварийно-спасательной службы в Освод Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Лето, как известно, пора отпусков. И наша программа тоже отправится отдохнуть. Поэтому говорим вам до свидания, до встречи в июле. Мы вернемся с новыми темами и, конечно, не обойдемся без сюрпризов. Я, Анастасия Петрук, объясняем СПБ.